Хейшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами поиграем в игру под названием Do Not Feed The Monkeys. Не кормите обезьян. Игрушка новая, я давно уже собираюсь в неё поиграть. Не то чтобы новая, а уже около месяца. Ну, не старая, по крайней мере, да? Игра от студии Alavar, по крайней мере Alavar является издателем, как я понимаю. И я миллион лет уже не видел игр от этой компании. Может быть и не выпускают что-то, но это в основном мелкие какие-то игрушки. Это вот такой проект, который действительно сейчас в стиме, даже в топе продаж находится. Do Not Feed The Monkeys. И прям вообще приятно. Приятно, что эта компания даёт о себе знать. Новая игра. Выберите свой аватар. Ооо, ну что-то сложно. Так, наблюдатели управлять ресурсами проще, а времени для наблюдений больше. Достижения отключены. Не, давайте обычный. Обычный режим или наблюдатель поставить, действительно. Потому что я нифига не шарю в этой игре. Ладно, давайте обычный режим пока что поставим. Будем проходить к умеем. Поставлю уточку. Я думаю, все, абсолютно все согласны, что уточка здесь должна быть на аватарке. Уточка подходит больше всего. Генерируем игру, говорит мне игра. Ну, давайте поглядим, что это такое из себя представляет. Клуб изучения приматов. Приветствуем. Рады сообщить, что ваша заявка прошла строгую процедуру отбора и была принята. Добро пожаловать в клуб любителей дикой природы. Просим вас внимательно ознакомиться с положениями и условиями договора и подписать его. Основные положения. Клуб это организация созданная для изучения приматов в их естественной среде обитания. Как член клуба вы получите привилегию наблюдать за особями в клетках через приложение Monkey Visions. Чтобы сохранить клубные привилегии, вы должны повышать свой уровень каждые 5 дней, покупая для этого новые клетки. Вы начнете с уровня 1, друг обезьян. Чтобы перейти на следующий уровень, нужно купить 5 клеток. Организация оценивает ваш прогресс раз в 5 дней. При достижении цели вы будете немедленно изглавлены из клуба. Не рассказывайте никому о клубе или о его деятельности. Это прям как бойцовский клуб какой-то. Не удаляйте приложение. И самое главное, взаимодействовать с приматами строго запрещено. Помните, не кормите обезьян. Я разрешаю клубу применять ко мне соответствующие дисциплинано-мерные в случае нарушения данных правил. Окей. День первый. Установка приложения. Пошло дело. Интересненько, интересненько. Установка Monkey Vision 2.1. Что, заходим? Финансы какие у меня? 90 долларов у меня есть. Календарь. Сегодня в хозяйка приходит минус 90 долларов. Не понял. У меня 90 долларов, и хозяйка через два дня приходит. Отлично. Забирается эти 90 долларов. Электронная почта. Подвержение платежа. Членский взнос. АСФДС. На шару вел имя. Прошла успешно. Это за что? Это, видимо, за программу, да, Monkey Vision? Копия договора, разумеется. Ну да. Не буду дать письмо. Мало ли понадобится. Заходим. Вот у нас есть четыре камеры, да, я так понимаю, или пять. Вот эта камера. Так, щелкните левой кнопкой мыши, чтобы открыть клетку. Правая кнопка мыши, выбрать клетку на этой панели. А, вот так вот это делается. Окей. Не щелкните левой кнопкой мыши, чтобы включить ночное видение. Жесть. Ага. Достигните второго уровня. Такого у меня еще нету. Чтобы начать запись, горит лампочка и звуковой сигнал. В клетке обнаружена активность, нажмите на лампочку левой кнопкой. Готово. У тебя талант, что-то он говорит. Лыжи. Снимки. Пустые коробки. Что-то пишет. Чат Мегу обновляется. Привет, ты тут? Эээ. Привет. Классная аватарка. Было нелегко, но у тебя получилось. Добро пожаловать в круг избранных. Можешь поблагодарить меня позже. Лол. Ты знаешь, что делать? Или это вопрос? Не нарушай правила и копи деньги. Я уже говорила, что членство в клубе вещь не дешевая. Не подведи меня после всего, что я для тебя сделала. Напомни мне правила, с деньгами могут быть проблемы. Правила мне не надо напоминать, я все понял насчет правил. Только что их прочитал. С деньгами могут быть проблемы. Знаю, я помню про твои подработки. Но камеры дорогие. Если их не покупать, вылетишь. Тебе об этом было известно. Да, да, знаю. Так что работай больше. Каждые пять дней они проверяют. Есть много способов заработать деньги. Что ты имеешь ввиду? Ну же, используй воображение. Есть куча способов заработать. Все зависит от твоей готовности. Все зависит от твоей готовности. Вкалывать. Я готова почку продать, лишь бы остаться в клубе. Давай, напомни мне правила. Так уж и быть. Нажмем чисто, чтобы почитать. Да, я уже тебе кучу раз говорила. Достигай своих целей. В противном случае тебя выгонят из организации. Все просто. Вчера они оценивали мой прогресс. Я поднялась на один уровень. Такими темпами скоро будут тусить с руководством клуба. Это все правила. Но нужно быть осторожным. И мне нравится, когда мы болтаем о клубе. Все строго засекречено. А еще эта тема про не кормить обезьян. Не кормить обезьян? Не трогать клетки. Не беспокоить приматов. Не кидаться в них бананами. Короче, никакого взаимодействия. Организации это не нравится совсем. Хотя, если честно, это правило немного, ну как бы... Что с этим правилом? Ну, скажем так. Ладно, забудь. Обсудим это позже. Мне нужно идти. Полагаю, у тебя уже установлен monkey vision. И тебе не терпится плодать за клетками. Но будь осторожнее. Эта хрень очень затягивает. В смысле? Это хуже, чем сигареты. Первую неделю мне было не оторваться. Я толком не ела и не спала. Чуть в больницу не угодила. Так что, питайся правильно. И не забывай отдыхать. Ладно, до скорого. Пользователь оффлайн. Интересно. Интересно. Какая-то подруга, видите, мне сказала. Окно здесь есть. Здесь что-нибудь еще есть. Камера какая-то. Он за кем-то следит. Фуражка, кстати. Это почтальон, видимо, какой-то. Печкин. Ну окей. Здесь не происходит никаких активностей. То есть мы должны нажать на крестик. Так, смотрим за всеми остальными камерами и наблюдаем за тем, что здесь происходит. То есть если что-то будет... Активность какая-то происходить, мне будет нарисовано это. Вот здесь вот, да? Клеток до следующего уровня 4 из 9. Стоимость новой клетки 50 долларов. Купить новую клетку. Не, я не буду покупать. Не надо. Удалить Манки Виженс вашего компа. Давайте удалим. Просто не удаляйте Манки Виженс. Удалить Манки Виженс. Отлично. Так, ладно. Но я пока что ничего не вижу. Нам говорят то, что нам нужно работать. Я не вижу вообще ничего. Действительно, ничего. Я могу... О, подожди. Нажмите на знаки вопроса и выберите термин, который, по вашему мнению, лучше всего подходит к обведенным словам. Если вы думаете использовать значок удалить, выполните поиск по осознанному термину, чтобы продвинуть... Расследование вперед. Пустые коробки. Используйте инструмент поиска для терминов, записанных в вашем блокноте. Для этого щелкните по одному слову и нажмите кнопку Найти. Вы также можете выполнить поиск по двум словам одновременно. Для этого щелкните по каждому из слов, чтобы ввести их в строку поиска и нажмите Найти. Никаких результатов. Окно. Никаких. Манекен. Верные друзья. Господи, почему у них такие рты? Лучше не спрашивать, мне кажется. Изготовление продажно-надувных кукол и кукол-компаньонов. Ищите дружбу, страсть, чувство влюбленности. Позвольте верным друзьям решить вашу проблему с помощью высококачественной резины. Инвестируйте в парики, надувные куклы, одиночество, старая проблема нового века. Господи. Господи ты, боже мой, куда я попал? Окей. Чердак, подвал, гараж. Это, скорее всего, чердак. То есть, я могу попробовать чердак и камера. Нет. И снимки. Снимки и чердак. Нет. Пустые коробки. Чердак. Манекен. Чердак. Окно. Чердак. Лыжи. Чердак. Что-то ничего не находит. Ну, я не знаю. Ну, давай тогда окно. А, мы смотрели. Просто лыжи. Найти. Ничего. Фуражка. Найти. Ой-ой-ой. Там что-то произошло. О, это девушка какая-то вообще. Я в прошлый раз не обратил внимания на это. Мышь. Она, видишь, кого-то фоткает и раски... А. Ну, животных, людей. Она все фоткает. Сахарная принцесса. Давай. Покажи мне все. Все покажи. Или это не мужик? Кто-то стучит. Сделай меня богатой. Давай. Небольшой подарок. Господи. Кто стучит? Как? Кто? Никого? Ты где, Проныра? Я приду за деньгами через два дня. Это понятно, хозяйка. Я уже понял. Это я... Проследил. Зеркало. Да, смотри, зеркало красивое и фотогеническое превосходное. Как всегда. Он следит за девушками? Или это не он? Ну, сиськи, как у... Точно не у мужика. Ты самая горячая звезда на небесах. Следующий сеанс через пару часов, сладкая. Какой-то маньяк. Который следит за вами. Пока вы этого не знаете. Сидит на чердаке и выслеживает вас. Господи. Неприятно, наверное. Превосходно. Звезда. Ничего не работает. Лимузин, зеркало, камера. Я не знаю, что из этого соединять. Зеркало, камера. Зеркало, снимки. Зеркало. Снимки. Камера. Ой. Подходящим литератом не надо. Вторая грань хекса. Что это значит, вторая грань хекса? Что значит, вторая грань хекса? Что это значит? Это нормально вообще? Снимки, камера. Не работает. Чердак. То есть я могу это удалить и поставить что-нибудь другое. Но это, скорее всего, чердак. Мне так кажется. Снимки на чердаке. Лимузин, звезда. Во. Лимузин. Удлиненный автомобиль повышенной комфортности. Обычно черного или белого цвета. Лимузины стали синонимом роскоши и высокого статуса. Поэтому любая звезда спорта, кино и экономики, скорее всего, выберет эту машину. Вот так тут. Сахарная принцесса, звезда. Ооо. Все, мы нашли. Последняя новость. Сахарная принцесса 3? Или что? Зе? Эшли Эпплгейт доказала, что она... Че-то там. Опять пришел. Если ты мужик, что у тебя с грудью? Ты мне скажи. Может, это девушка. Вполне возможно. Давай, теперь без лифчика. Восхитительно, как всегда. Может быть, это девушка. Еще доллары, еще и еще. Твои фанаты сойдут с ума. Эй, пора прибавить скорость. Да, так лучше. Ты главная звезда моих снов. Ну, уже посмотри в камеру. Супер. Ты никогда мне этого не показываешь, когда садишься в мой лимузин. Это водитель ее. Еще доллары? Хорошо, очень хорошо. Продолжим перед сном, дорогая. Это ее водитель. Это ее водитель. Модель, актриса. Я забыл, что там. Главная звезда, сахарная. Вот. Эшли Эпплгейт. Кто она? Кто она? Последние новости. Талантливая актриса. И певица. Актриса. Так, добровольное наблюдение. Как член клуба, вы приглашаетесь к участию в наших исследовательских наблюдениях за дикой природу. Для участия вам потребуется предоставить нам конкретную информацию о некоторых клетках, загруженных в ваш Манки Вижн. Как только мы проверим правильность вашего ответа, вы получите вознаграждение за свою работу. Ничего не понял. Добровольная основа, в любом случае, не влияет на ваши отношения с клубом. Следите за письмами, если вы заинтересованы в сотрудничестве. Понятно. До свидания. 90 долларов у нас есть, если что. 90 долларов мы сможем потратить на оплату. Зеркало, камера, снимки без лифчика. Что здесь есть? Фото, ню, тайные снимки, селфи, тайные снимки. Я считаю, что это так. Лимузин и фуражка. А почему нет? Ну, фуражка, ребят. Ну, я понял лично. Вот лично я понял. То, что это у нас... Водитель. Ну, он сам сказал. Блин, странно все это. Опана. Расследование пропажи и обмена фотографий и обнаженных знаменистей. Снимки могут иметь высокую стоимость на черном рынке. По мнению властей, самыми ценными и популярными являются снимки актрис и певиц. Всегда найдется извращение, с которым заплатить... Готовы заплатить за них целое состояние. Вот такие вот дела. Видите, как все работает. Тайные снимки. Чердак. В черном рынке... Нету. Доллары в черном рынке. Черный рынок в состоянии. Ничего нет такого. Блин, не знаю. А если звезда без лифчика? Ой, господи. 18 плюс контент, ребят. Что-то происходит? Камера, мотор, снимаю. Улыбнись мне, красотка. Я бы не прочь посадить тебя в лимузин и отвезти прямо в рай. Ах ты подлюга. Извращенец. Дорогая, у тебя великолепное тело. Давай приблысим скорость. Все со скоростью почему-то. Ну, это понятно, что он этот... Каждая вспышка гарантированы доллары. То, что он водитель. Давай, сахарная принцесса, покажи мне то, что показала принцу. Показала бы принцу. Я отвезу тебя к звездам. Прекрасно, прекрасно. Увидимся завтра, красавица. Вот такие дела. Ух, извращуга. Превысим скорость. Лимузин. 6 из 10 водителей не знает, где находится тормоз. Прибавить скорость. Видишь, журнал идеальный водитель. Окей. Лимузин отвезу. Лимузин мы уже видели. Так, окей. Ну, давайте, что здесь можно? Охранник, водитель, конечно. Господи, это что так понятно. Но мы все правильно сделали. Я же правильно понимаю. То есть, это все ведет к этому. Здесь ведет к этому. И здесь нам остается только вот этот черный рынок. Доллары. О, доллары. Национальный резервный фонд борется с кризисом. Сильнее всего это бы повлияло на товары первой необходимости. Окей, окей, окей. Здесь ничего, разумеется, нет. Люди это поймут, заявил президент Уокер Джейкоб Хьюз. Президент Хекса одобрил меры политики и политика на повышение стоимости доллара. Доллар стоил стоить больше. Окей. Все равно ничего не понятно. Здесь мы все равно высели. Все, я же правильно понимаю. Здесь уже ничего не надо искать. Или все-таки можно что-нибудь найти. Пустые коробки, ничего нет. Вспышка. О, вспышка. Искусственное светоизлучающее устройство. Обычно используемые фотографии. Ну, вспышка, понятно, можно не читать. Там все слова, которые нужно, мы уже сделали. Превосходно. Камера. Состояние. Здесь тоже самое, видишь? Блин, сложно, слушай. Что же здесь может быть-то? Мышь. Подожди, чердак. Мышь на чердаке может быть. Если я заменю здесь на подвал. Ничего не изменится, да? Здесь может все что угодно, на самом деле, быть. Подвал. Подвал, подвал, подвал. С чем это может быть связано? Подвал, водитель. Водитель. Это может быть и гараж вполне. Потому что, если у нас водитель, да? Ну, хотя это больше всего похоже на чердак. Ну, то есть, если посмотреть по камере, именно. Смотрим по камере, да? То есть, вот такой вот. Да это чердак, ребят. Не может быть что-нибудь другое. Просто, ну, не существует. Такого помещения. Чтобы было похоже на чердак, но это не оказалось чердаком. Так. Я понятия не имею, чем можно еще взять. Водитель превысим скорость. Водитель лимузина. Да, господи, мне не нужен лимузин. Мне нужен водитель лимузина. Фуражка, водитель. Не работает. Водитель, доллары. Водитель, черный рынок. Нет такого. Звезда, черный рынок. Ну, опять 18+. Фотографии. Здесь мы все эти уже выяснили, где-то что. Здесь вроде бы ничего нет нового. У нас 90 долларов, и они скоро кончатся. Через два дня. Да. Я вроде все уже испробовал. Давай, прибавить скорость. Увезу. Прибавив скорость, превысим скорость. Господи. Одно и то же мне скидывают. Главная звезда. Сахарная принцесса. Но это мы уже искали. А, подожди. Вот. Эндрю Хейнс. Здесь же много всего. Точно. Точно, точно, точно. Чтобы связать с человеком, чьи контакты записаны у вас в блокноте, щелкните по значку телефона или чата. Не забудьте, через так же этот чат можно отправлять видео. Эндрю Хейнс. Адрес не найден, телефон найден. Ну, здесь тоже самое. Ну, позвоним. Позвоним. Настоящее время нас нет в офисе. Мы работаем с 9 до 23. Спасибо за ваш звонок. Ну, такие дела. Ну, окей. Здесь ничего не происходит. Я не знаю, стоит ли вообще смотреть на камеры. Если ничего не происходит абсолютно. Здесь даже выделять ничего нельзя на этих камерах. Окей. Ну, давайте тогда посмотрим, что у нас здесь. Новые данные о старческой деменции. Специалисты обнаружили новые факторы риска, к которым относится плохое питание и чрезмерное употребление наркотиков при профилактике старческих заболеваний. Понятно. Количество пользователей операционной системы растет каждый день. Это вот эта наша операционная система. Билли Боб определенно проголосовал бы за Уокера. Уокер единственная карантия традиции добрых обычаев. Прокомментировал представителей, свидетелей Уялоуна. У Ялоуна. Кто это такой? Предстоящие выборы. Святой мясник дал бы ему свое благословение. Работа по 60 часов в неделю закаляет характер. Окей. Можно, в принципе, поспать. У нас немножко... Я не знаю, правда, как это делается. Можно выпить кофе. Можно купить что-нибудь. Официант, зарплата. Зарплата, зарплата, зарплата. А где зарплата? 110. Это мы с 12 до нулей должны были работать. Моющих с 12 до нулей. С 12 до нулей тоже выгульщик собак. Ну ерунда, все это что такое? Это мы можем опять-таки заказать по-быстрому еду. Я вижу смысл поспать. 4 часика. Клубный ранг, левел 1, друг обезьян. Дни до следующей оценки 4. У вас есть 4 из 9 камер. Хозяйка вернется завтра. Дан старт предвыборной кампании. Шок ТВ, домашние видео, секс и насилие в прайм тайм. 22 жертва аномальной жары. Господи. Последнее предсказание Дели. Дели? Кто это такая? Дели Лефлер была найдена мертвой после того, как предсказала собственную смерть в своем телешоу. Жутко. Мне кажется, она обманула всех. Рекордно низкие цены. Только сегодня. Кофе со скидкой 33%. Может быть купить кофе, а потом выпить? А, у меня нет денег. На 90 долларов на оплату квартиры и все. Так, ну что теперь? Так, вот это все по выделяем, разумеется. Возможности. Здесь, кстати, нечего выделять. То есть только здесь можно было выделить. Как ни странно. Ну ладно, нам сейчас не нужно. Нам сейчас ничего не нужно. Нам нужно вот с этим разобраться. С 9 часов, да, вроде бы можно позвонить. Добрый день, я Эндрю Хейнс, агент по поиску талантов. Чем я могу вам помочь? Ты мне можешь кое-чем помочь. Я хочу узнать все об этой милой и невинной новой кинозвезде. Простите, думаю, вы ошиблись. Я представляю Эшли Эпплгейт, главную звезду фильма «Сахарная принцесса». А, там другое имя было написано. Конечно, я о ней и говорю. Милая и невинная? Эшли? Она бывшая звезда детского телевидения. Вижу, вы не очень разбираетесь в шоу-бизнесе, да? Скажу так. Я бы предпочел застрять в лифте с севернокорейским диктатором, чем с одним из этих вечных подростков. Мне нравится эта сага. Когда выходит следующий фильм? Вам что, действительно нравится этот мусор, который смотрят подростки? Сколько вам лет? Приятель, главный персонаж вампир с прыщами, мечтающий стать диджеем. Знаете что? Думаю, вам следует связаться с фан-клубом Эшли. Вы все очень поладите. Чё за фан-клуб? Давайте сменим тему. Водитель. Знаете, мне интересно, кто водитель Эшли Эпплгейт? Водитель Эшли знаменитая чудо-водитель. То есть, это девушка всё-таки. Чудо-водитель? Да, так она себя называет. Это милая и приятная женщина. В последнее время о ней много пишут в прессе. Уверен, что вы что-нибудь найдёте о ней. Отбой, у меня больше нет вопросов. Или можно спросить про чердак. Я хотел вас о кое-очем спросить, я ищу хороший чердак в центре и... Эй, хорош. Я что, похож на агента по недвижимости? Да. А в чём разница-то? Эээ... Другой раз объясню. Хорошо? Хорошо. Ну и всё, мы больше не можем ничего сделать. Про тайные смены снимки только и спросить. Эшли увлекается, но дизмом? Разумеется, нет. Эшли одна из самых скромных актрис своего поколения. Ну, кто-то делает её обнажённые снимки? Что? Мы ждали подходящего предложения. Вы знаете, какой ублюдок делает эти снимки? Водитель? Насколько я знаю, это её водитель. Не могу поверить. Лесли Дули, предательница, спасибо, что сообщили. Откуда делаются эти снимки? Чердака. Хорошо, учту. Я должен немедленно об этом сообщить. Если информацию, которую вы мне сдали, верна, мы с вами свяжемся. Подожди. Я закончил, получается, с одной клеткой дела все? Или что? Или я ничего не сделал? Или я, наоборот, неправильно сделал? Так, с целью расширения нашей базы данных о жизни животных, мы просим вас о сотрудничестве в качестве наблюдателя клетки 1. Ответьте на следующие вопросы. Как зовут примата, живущая в клетке 1? В случае верного ответа, вы получите разрешение в размере 70 долларов. Клуб изучения приматов. Эшли Эпплгейт. Правильно ведь? Мы ответим через несколько часов, говорят они. Ну, вроде бы, правильно. На рассмотрении все находится. Так, здесь никто не стучится. Еды у меня еще половина. Можно посмотреть на другую камеру. Здесь, в принципе, ничего нету. Давай посмотрим, что за бюст. Нет такого. Посетители бюст. Нет такого. Окей. Странно это все. То есть, я могу, наверное, еще здесь слова какие-нибудь искать? Здесь, может быть, про то, что мы выполняем, как раз таки будет написано. Так, подожди, ладно. Идем на другую камеру. Что там? Полностью неправильным? А, точно, господи. Я же не слежу, не за Эшли. Вот я тупой. Мы следили за Дулли, или как там ее звали? Блин, серьезно. А где у меня имя-то это? У меня здесь имени-то даже этого нету. А, вон оно было написано. Лесли Дули. Господи. Почему я так поспешил? Это мы следили за тем, как следит Дули. Господи. Ой. Хоть, блин, нажимай. Где кнопка? Ctrl-Z. Или как? Назад. Печально. Так, какие-то курицы клюют. Забор. Горы. Непонятно, что здесь происходит. Печально. Очень все печально. Ну и что делать остается? Здесь больше ничего нету. Идти работать остается только. Сейчас я мог бы получить халявные 70 баксов. Вместо этого я решил неправильно ответить. Давай купим кофе? А, нельзя. Нельзя. Если бы я ответил правильно, я бы купил кофе. Давайте устроимся на работу. С 5 до 21, 15 баксов. Спасибо, не надо. Это что-то маловато, если честно. Наше здоровье падает потихоньку. Потому что хотим кушать. А если у нас что-нибудь покушать? У нас есть вот такая вот штука. Есть яблоко. Давайте и это, и это скушаем. Кто там? Ой, здрасте. Здравствуйте, я Эми, а это мой коллега Тед. Мы проповедники из местной церкви свидетелей Уайлона. Но у вас есть минутка, чтобы поговорить о Билле Бобе. Цветом мяснике. Давай поговорим, окей. Чудесно, я расскажу вам немного о нем. Билли Боб Уайлон был скромным мясником, живущим в самом сельском регионе страны. Одно же он нарезал бекон, обнаружил секретное послание. Образованное жиром на одном из ломтиков. Что происходит? На одном из ломтиков, чего-то там. Пока мы не ушли, у нас есть к вам просьба. Мы хотим оставить вам это прекрасное растение. Присмотрите за ним для нас или нет. Мы заберем его через несколько дней. Если вы тот человек, которому свидетели Уайлона что-то там сделали, то мы будем благодарны. И не беспокойтесь, его не надо поливать. Оно питается добротой, питающей в воздухе. Мы скоро вернемся. Мне не особо-то и нужен он. Почему я не мог отказаться? Надеюсь, так ничего и нет. Чего? Работать? 15 баксов, 24 баксов. Ну давай сюда. Менеджер, отличная работа. Правда, у тебя определенный талант стоять без дела. Вот твои деньги. Отказать. Добрый день. Это Эндрю Хейнс, менеджер Эшли Эпплгейт. Здравствуйте. Я просто хотел поблагодарить вас за информацию об этих тайных снимках. Я уже уведомил полицию. Теперь частная жизнь Эшли Эпплгейт снова в надежных руках. По крайней мере, пока она не станет достаточно взрослой для той эротической обложки, о которой мы договорились. В любом случае, мы хотели отблагодарить вас небольшим подарком. Я люблю подарки. Отлично. Вы скоро его получите. Уверен, вам понравится. Особенно, если вы фанат Эшли. Вся ваша информация была верной. Так. А теперь мне пора идти. Сегодня мы убираем для Эшли нового водителя. Мы ищем кого-то чрезвычайно близорукового. Пусть лучше он проедет на красный свет или не увидит знак стоп. Чем будет постоянно за ним следить, да? Типа на это был намек. Ну мы прошли, я не знаю. Че, куда нажимать? Или все равно нужно следить за этой камерой? Я не понимаю. У нас, кстати, 114 баксов. Ну, понятно, понятно. Мы можем купить новую. Нам не хватит. Да. 114 баксов так мало. Какой-то подарок нам еще пришлют. Ладно, давайте пока что на этом закончим. Интересная игрушка. Очень затягивает. Потому что, видите, мы целых 30 минут уже снимаем. Я до сих пор, видите... Все еще интересно, что будет дальше. Но пока все равно ничего не происходит. В общем, проблема. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам нравится. Это была игра под названием Do Not Fit The Monkeys. Не кормите обезьян. С вами был Лекс. Подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем подписаться в пабликонтакте. Ссылки в описании и в шапке канала. Спасибо за просмотр. И всем добра. Спасибо за просмотр.